здравствуйте дорогие друзья всех с наступающим новым годом нет нет думаю с наступившим линейдж 2 вышла обнова неплохая новогодний остров тут хорошо можно подфармить новогодние украшения эти украшения вы можете поменять у бота на всякие плюшечки так где он этот бот гудз не 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 это писемки тоже начали выпадать всякие писемки интересные новогодние за которые советую покупать вот зелье зелье развития наверное чистый эликсир магический такой пергамент зелье развития на 1 разовая акция печалька конечно я думал можно будет каждый день вот это покупать это очень полезная штучка чистый эликсир эффект дополнительная характеристика плюс 1 думаю просто какой-то дополнительную характеристику будет она давать но все равно полезная штучка или ты сам выбираешь думаю будешь сам выбирать а вот новогодний торговец ухты а тут еще можно купить ну это такое посредственно что мы тут можем получить позволяет получить следующий редкий или обычный синюю шмоточку можно получить героическим орудием это надо фармить посмотреть что там за героическое будет так ладно но не об этом я хотел поговорить о развитии персонажа мой сайт видите мантия авадон сапоги перчатки авадон туника старейшины штаны старейшины я чисто выбирал то что мне давало прироста максим п урон землей что мне скил урон землей восстановление мп может кто-то скажет что кармиан будет лучше эффект комплекта эффект комплекта дает всего плюс 3 защиты и 2 мдр такое эффект комплекта но в защите он проигрывает он точится на плюс 4 а это свободно точится на плюс 6 и это сразу же дает тебе почти эффект кармиана только авадон верх 1 дает так он еще дает интеллекта плюс 1 восстановление мп период плюс 8 они 4 то вы не заблуждайтесь что стоит вот там типа эффект комплекта круто да да пока дают возможность собрать синий комплектик но вам и не дадут там полностью все забрать то что на некоторые примеру от нижнюю часть нужны камень мудрости самоцвет шилина я стоял тену выбиваются прожимом уже день стоял мне не повезло и не выбил ничего очень сложно достать может я ошибаюсь конечно подскажите мне напишите кто-то легко ли выбить те ресурсы вот когда вы оденетесь в точитесь вы забудьте просто это хотите пушку плюс 10 шмот плюс 10 забудьте об этом вы просто будете идти в минус так дальше без доната я вижу только так это мониторинг аукциона продажа ресурсов выбиваете ресурсы вот те же эти драг камни и продаете на аукционе за алмазы это уже нафармил за этот месяц если конечно раньше понял бы это может и побольше на фарме а так я блин где-то с числа 10 начал шилочки продавать шилочки там по 2 и 5 алмазиков за штучку вообще шикарно это где-то за три дня нафармил примерно 300 алмазиков блин не хочу повторяться то что кучу видоса уже правило 2 вышло очень много всяких товарищей которые там но не рассказывают всякая но как бы она не очень полезная в то что они так рассказывают как будто ну можно и делать а можно и не делать вот почему-то мне рассказать вот пример вот фармите зарычей зарычей это адена и знаки поручения знаки поручения нужно купить хорошие скиллы просто можете сейчас увидеть сколько зарыча упадет аден очки восемьдесят четыре тысячи адена неплохо смотрим что мы с него подняли знак шилина знак поручения осколок зарыча модификации свитки модификации очень полезны обязательно купите вот этот скилл телепорт всего четыре тысячи вот это это обязательно нужно фармить пятый этаж кроме потому что там выпадает очень всякого вкусного очень много то что там примеру 4 5 6 этажи кроме это самый топчик почему так не рассказать там примеру разоренный замок нужно ходить всем если вы хотите выкачать быстро своего персонажа начиная с 40 уровня и потом на 50 очень топовая локация для выкачки вашего персонажа тут ручками придется играть если у вас примеру есть масухи то лучше играть тут ручками и полностью заряженным полностью со всеми этими бустами которые можете и тут надо двигаться в центр если у вас масухи центре самый больше мобов с масухами вы тут за два часа можете нафармить вот 20 до 30 процентов если будете ручками работать вам дают 1 час фарма тут но вы можете дополнительно зайти в магазин и купить вот такой камушек за 300 тысяч который вам даст еще один час этот камушек можно каждый день покупать можно его даже не тратить то что не нет времени обращайте внимание вас будут такие куча вещей которых есть срок годности если вы их не используете то они просто пропадут ну я вижу как без доната игру так я просто дам вам пару советов без доната игру это мониторинг аукциона что продается от примеру уже по 1 и 5 цены демпятся каждым днем потому что люди начинаются ну боты их не выкачиваются занимают локации фарма с этими ресурсами и ресурсов становится больше алмазиков все меньше первые два месяца мониторить аукцион если вы этого не будете делать ну продавать все что выбьете ресурсики туда то вы потеряете много за алмазики там можно покупать вот я купил эхо воодушевление она мне дает очень хороший буст так как у меня персонаж светлый эльф не есть вот дополнительный буст перка скилла эхо воодушевление пробуждение дает на 25 процентов быстрее скорость каста очень полезная штука когда вы достигнете 45 уровня не идите сразу логово антараса то что это бессмысленно если вы пойдете логово антараса комфортного фарма в логово антараса надо хотя бы 70 70 точности иметь а мне 55 она просто не попадает вот она мажет каждым где-то третьим вторым выстрелом попадает за этого вы не реализовываете себя вы тут бьете моба три года ну хоть получаете тут по 2 200 но это это как бы сказать можно сказать это мираж что вы тут расходуете очень сильно баночки хп и вы тут не на фармите очень много можно пойти в ту же локацию вот сюда тут тоже с некоторых много падают хорошие книжечки на мо получается падает у нас книжечка хорошая вот светлый разум уменьшение расхода мп тоже неплохая книжечка зараженный вурдалаг конечно если ручками только фармить их вы задолбетесь лучше всего ставите на автобой тут тоже неплохо падану фармиться очень неплохо ну и самое основное место муравейник третий этаж там вообще клондайк буквально с каждого моба тут выпадает книжка которая сейчас стоит от 700 где-то до 1200 можно продать эти книги посмотрите книги топовые это жрец всякие книги на дэнсы сонги магические книги и на лучников вот эта книга вот аура защиты я уже не знаю там дэн пицца это цена уже я задолбался смотреть просто ты ставишь 349 там примеру ну ладно кто-то тоже 349 стал нет они ставят на 1 ниже или на 50 ниже я не знаю ну просто додемпится до 100 алмазиков не популярный класс никто не покупает эти книги это для донаторский класс то что вы на танке ничего не нафармить вот видим я тут фармлю просто я я не трачу ничего не работает всего лишь один скил эмпири ген выключаем из баффа супчик мандра горы зелье восстановления маны и зелье ускорения это чисто мои мысли как я вижу игру без доната соло игры просто по-другому никак фармить третий этаж муравейника я думаю до февраля тут буду стоять и тупо выфармливать этот этаж вот разоренный замок два часа в день третий этаж муравейника новогодний остров тоже там неплохо там масухами вообще шикарненько можно стоять на 5 этаж кроме мне еще рановато вот как я вижу я прихожу на локацию я вижу шея не попадаю по мобам все это локация мне не подходит вообще никак можно 4 этаж кроме это на себя чувствует комфортно так давайте посмотрим что падает на четвертом этаже кроме тоже падает кольцо тьмы и вообще топчик непроглядное темное порождение пламени смерти жесть этот они конечно ну тут тоже падают вот высшая акробатика ловкости плюс 3 заклинание концентрации можно купить у торговца книгами за петлям у двух лучников восстановление п это тоже неплохо неплохо ухты вот это бафик тоже на этого на урба неплохой а из-за коллекции собирайте коллекции как какие можете я хочу всю точность собрать если будете упорутся в коллекции вы теряете очень много времени думайте играйте это не тупо вы поставили персонажа и он фармит и должны понимать где вы ставите персонажей зачем какую выгоду вы будете иметь с этого тупой грин адены это неинтересно с вами был розе до новых встреч